Музыка Отлично Музыка 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 Друзья, сегодня у нас очередные покатушки Сегодня будем тестировать резину И 511, которую вы очень много просили установить Напомню, это не узкая резина старого образца Взял специально для покатушек Вот сейчас на ней еду 40 км в час Булл стоит Слышно, надеюсь, да? Поэтому сейчас мы едем на горочки грязевые Сегодня будем праздновать день рождения нашего товарища Покатаемся, попьем чаю, пожарим шашлыков Ну, вам приятного просмотра Так, едем без блокировок, да? Давай потихонечку У тебя автомат? Давай потихонечку Подъем интересный тем, что вверх поднимаешься и диагонально вывешиваешься, то есть колеса отрываются Да и ничего страшного Шипованная резина Сейчас первые накатаем У нас вчера был снег Первый выпал, но все подтаяло И подморозило Поэтому пригорок Немножко у нас подмороженный Так, сейчас что, заблокировался? Просто бутылки без понижать Без понижать Вот давай от банки От банки Вот отсюда Давай, и потихонечку Именно потихонечку Поехали Вот здесь идет Колеса, видите? Очень интересно Сегодня у нас очень много Машин Сегодня у нас и хамеры Вот, посмотрите Сегодня еще мы будем Справлять день рождения, товарищи Будем дарить ему подарки Поехали, смотрим Без разгона Пытаемся заехать Без разгона Давай газ в пол туда Давай, без ESP Сейчас нормально Накатаем Будет скользко Будет, я думаю, контент Нормально, ребят Мы с вами пока откатываемся Там у нас стол Накрывается Самое главное Самовар Давай, 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 давай Давай с разгона пробуй, наверное Сейчас днем Сейчас примерно у нас 12 Но К двум дням обещали плюсовая И должно подтаять Ну что у нас, Тигуан Давай, 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 давай Ну с разгона, видите, заезжает И то не факт Не факт Так Не смог Зацепиться О, спускается Как на лыжах Отлично, отлично Сейчас все размесим Разгон Опять Ты смотри, что Не получилось Цепи отключили Понижайку подключили Чисто вторая Крутящий момент есть Но нет Нет, нет, нет Так, сейчас мы как поедем? Сейчас полностью Блокировки все включены Все включены На понижайке, нет? Да Понижайку и все Ну давай, пробуй Тогда просто газ надо не отпускать, наверное Давай, поехали Дизель Тут переключается, видишь? И все Все, заглушил Нема у нас Вторая пониженная Поехали, пробуем Смотри, а небо заехало Вот так вот Третья первая Смотри, карабкается, карабкается Вроде горочка, знаете Простая Больше газа надо Давай Молодчик Все включено Все включено Давай, потихонечку Как бы Так, дастер 1.6 ЕСП Закарабкался Задний мост заблокировал И понижен И понижен Ну и давай потихонечку Покатились Камера, аж второй Потихоньку Поехали Прям интересно Интересно Так, что-то у нас тут пока Вот именно потихоньку Мы хотим заехать Ну тяжело Во-первых Во-первых Вес у него Меня всего Обстрелял Отлично Так, девчонки У нас В грязи Я показал Автомобиль Вообще Супер Ну что, смотри Старается Старается Красавчик 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 Давай Еп Ха-ха-ха-ха Да, понижай Куперай Двоечку И все Давай отсюда Прогнали Прям Дави Поехали Не хотят Не хотят Не хотят А не хотят Почему Смотрите Накопали Которые Ямочку И все А я сам Ох Скользко Разбор Так, разбор Берем 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 Разбор Не хватает Не хватает Оказывается Посмотрите Человек Борется Вот молодец А ты Смотрите Вот молодец Все-таки Заехал Хотя Не факт Но Стараемся Вот это Да Поставьте лайк Юля Обязательно Молодец Все, спускайся Хорош Так, у нас Соболь Пониженная Заблокировался И потихонечку Резина Хорошая Вот вам резина Смотрите Смог Смог Да Пробуем На новой резине Потихонечку Почти в натяг Дизель Двигатель Века Сам не хочет Нам не хочет А давай Немножко Поборотов Прибавь Отсюда едет Да, вот Бутылочка лежит Давай Поехали Маги Магиот Итак, вы много раз просили поставить резину И 511 Вот, пожалуйста Две атмосферы накаченные специально поставил для этих покатух Посмотреть, как она все-таки поедет Давай первая пониженная И постарайся накатом Ну, то есть потихонечку Посмотреть, как она отработает Первая пониженная Дифференциал не блокировали Не блокировали Три самоблока И что-то как-то она Заехала у нас просто, ребята, да? Ну, лайк моему не у вас Однозначно Рено Каптюр Два литра, да? Поехали потихонечку Оп Обороты там дали Не, мы-то хотим потихоньку заехать, видишь О Ну, я не знаю А у тебя ESP включено сейчас? А ESP включено? Нет, ты включи сейчас ее Так, включили ESP А он на какой? На первой или на второй едет? Так, первая передача ESP Ух, как она ее На первой? Пониженная? Ну, давай, потихонечку Старайся тоже Смотри, не вас Что-то как-то, да? Нормально заезжает Красавцы! Так, дастер у нас Без всего То есть, видите, электронных помощников нету, блокировок никаких нету Давай, валий, поехали Вот так вот Без газа почти Первый раз тронулся на холостых Ага, встала То есть, потом газовать бессмысленно Второй раз я уже газанул, она зашла А наверху, потому что были 3500 лет оборотов, блокировка включена Ну, видать, безопасность работает Сейчас попробую тысячи две оборота держать И посмотрю, как он дойдет Давай Ну, равномерно И ты старайся, знаешь, вот, на левее Потому что, да, там уже, как бы, чтоб колес проваливались Давай, пробуем Вот не весь, а такой движок поставить, да, ребят? Ай-яй-яй-яй-яй Ну, вес, вес Ну, хотя, вес-то и весом У него сопутствующая резина стоит широкая, согласитесь? Ту-ту-ту-ту-ту Ту-ту-та Нужен разгон. О, обороты пошли. Так, да, Саранин-6 в режим авто. Вот так вот. Так, и Юля у нас решила набрать скорость и заехать. А вот все равно они, мне кажется, поинтереснее заезжают. УАЗ Патриот. Ну, тут только от УАЗа Патриота ничего нет. Там у него автомат, двигатель. Если вот интересно про этот УАЗ Патриот, могу снять обзор отдельно. Напишите в комментариях, если вам будет интересно. Там движок не то ли от Тойота. Там коробка не знает чего. Ходовка, короче. Это зверега. Вот так вот. Как Хаммер, видите? Благеровок у него нет. У него свободно дифференциалы стоят. Но автомат. О, зацепился. Вот, смотрите, сейчас он вывесился, прям классно вывесился. Двигатель за глаза для этого кузова. Вот, на пике стал. Затащит. Красавчик. Так, Нива решила поехать по следу УАЗа Патриота. Так, 31. Ты смотри, опять умная технология. Немцы, да, как говорится. И не получается. Все четыре колеса, хотя масло это, смотри. Уже раскатали, в принципе, с сухим, да, перемешали все. Так оно правильно, он только начинает цепляться, электроник не тушит. Ну да, глушит. Потому что это... Хотя, видишь, и отключали. И пониженные. А ее же нельзя полностью отключать. Ну, все равно, да, он, типа, в защиту включает ее. Отлично, отлично, отлично. Заползет. Должен заползти. Ну, это муравей Урбан на заводских колесах. Вот у вас. Едет везде. Уже на моем канале много раз было никаких блокировок, ничего нету. Травит резину. Ей достойно. Опыта очень много у человека. Сейчас мы просто, конечно, пробуем вот на малых. Посмотреть, как... Ну, вы видите, что блокировок нету, да? Некоторые колеса, которые зажаты, они не крутятся. Это вот болезнь свободных дифференциалов, которые, напомню, опять же, у полного привода колеса крутятся те, которым легче. Вот на тех, которых он стоит зажат, они не крутятся. Те, которым легче, свободные, они те начинают вращаться. Вот в этом и сложность, когда при диагональном верхнем, когда вот едешь, вот так вот, колеса отрываются. Были бы блокировки, было бы немножко по-другому. Вот, смотрите, сейчас вот на оборотах, на оборотах, просто залетит. В натяг. Едем в натяг. Ну, здесь хода подвесок. Он даже не вывешивает. То есть колеса даже не отрываются. Спокойно, спокойно заходит. Ну, и резина. Хорошая. Все, без проблем. Дорогие друзья, сегодня у нашего товарища день рождения сегодня. Собрались с компанией, чтобы поздравить. Евгений, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе здоровья. Самое главное, как говорится, не гвоздя, не жезла, да? Вот. И давайте. Жень. Подарок, подарок. Вот, Жень, от нашего коллектива тебе трос 22 миллиметра. То есть, чтобы ты всех таскал, так как ты сделал лифт, теперь у тебя все должны быть брелки. Вы рвете, я, блин, и тросы вам поставляю. Да. Так что, давай, с днем рождения. Спасибо. Давайте, с днем рождения. 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 У вас заводы и достроводы. Ни вы не едут. Поэтому, не, поэтому у него воды, да, огонь не разжигают. Правильно я понял? Они боятся, что у них загорится их машина. Опыта нет. Причем это газовики занимаются, профессионалы, которые не могут разжечь нам костер. Мы газовики. Что тебе не нравится? Не знаю. Добываешь ее промышленность, блядь. Он говорит, добываешь ее. Ну, огонь же. Он говорит, что. Пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Траектория очень интересный подъем. Если ехать чуть правее, то колеса цепляются. Если ехать левее, то и поэтому тесты, я считаю, как бы немножко несправедливы получаются. Кто левее, кто правее. Просто на драйве. Просто на драйве, да? Да. Без пониженной, без всего, да? Нет, полностью со всеми блокировками. Он сразу вторую включает на блокировке. Ага. Он сразу вторую включает, даже не надо включать. Ну, давай, попробуем. Давай, поехали. Туарег, да. Тюглана, я вам это говорил. Ребята, вот напишите, в чем разница. В чем разница. Нива, да, за 700 тысяч. И вот Туарег. Сколько он там? Полтора-два миллиона, да? Вот, напишите, мне просто интересно, почему автомобиль не едет. Водитель пытается по-разному проехать. И на пониженной, и в ручном режиме. Как только не пробует. Там вот заезжает. Здесь вот заезжает. Здесь, как только попадает в диагональное вывешивание, все, автомобиль не едет. Вот сейчас будет набирать скорость. Давай, бери разгон больше. Ну, я не знаю. Тяжело, тяжело все равно дается. Но, став с пика этого не сможет выехать. У вас Патриот. Так, электроблокировку, ничего не включаем. Тридцать первый еще раз пробует. Раз блокированный, первая пониженная. Не едет без разгона. Вот терраса. Ну, во-первых, колеса замылились. Ну, а что, давай блокируйся тогда. На второй давай. Вот ниво сейчас по-честному вывешивается. Видите, попадает. Диагонального вывешивания, и все. Первая. Что, заполз? Молодец. Блин, ну все равно могет, могет. Резину не травил. Пошли, сейчас как раз вот размесили уже. И посмотрим. Не блокируюсь, почему. Ну, в раздатке стоит дифференциал повышенного трения от АВТ. Мне просто интересно. Я потихонечку промотал. Блин, я не знаю. То есть, с учетом трех блокировок и резины, которая цепляется, автомобиль, сами видели, что заезжает у нас легко. Так, пробуем назад. То есть, сейчас центр тяжести у нас получается внизу. Правильно? То мы ехали передом вверх, а сейчас поедем задом вверх. И то есть, центр тяжести будет тянуть автомобиль назад. Хорошая диагональ попал. Так, может быть, сейчас все-таки... Я говорю, на этой горочке, получается, по какой траектории ты поедешь? Есть траектория, где колеса вывешиваются сильно? Евгений, ну как на моем автомобиле? С тестовой резиной E511 и с тремя блокировками. Вот твои впечатления. Машина едет вообще спокойно, то есть, без какого-то лишнего напряга. Резина получается узкая, как раз для такого... Все как резинка. Блокировки, в принципе, помогают хорошо на диагоналях. То есть, в горке даже она особо не прокручивает колеса. Машина поднимается плавно и без лишних рывков. Ну, да, на повседневную жизнь, так сказать, вот эту E511 я покатался, до 50 км в час она гудит. То есть, по трассе я не знаю, конечно, ездить. Рассчитанно для сельской местности такой, чтобы там в деревнях в дождь поехал в лес или еще куда-то. Ну, да. По грибы, по ягодам доскачал, без разницы дождь, не дождь. Конечно, так, а то резина у меня широкая, 500, 215. Она, конечно, помягче, и машина не так сильно гудит. Ну, резина, как факт, я думаю, теперь она у нас есть в зимний период, сугробах. Оденем, наверное, да? Попробуем ее скатнуть. В зимний период, я думаю, она покажется тоже неплохо, но до того момента, пока снег жесткий начнет становиться. Ну, да, но все равно будет интересно. Когда снег становиться будет жесткий, он уже, это, нас не будет дышать, и она будет проваливаться сильнее, чем более широкая. Ну, согласен. Ну, ладно, спасибо. То есть, приезжаем в коллективе, даже если вы застрянете, сломаетесь, мы вас всегда дотащим до дома. Вот человек тоже приехал попробовать, потому что в реальной жизни вы не всегда так сможете испытать свой автомобиль и свою моральную проходимость, как говорится. Поставил 4L. Ну, ну и давай газовать побольше. Нормальная резина, куда? Так, метр разгона взял. Все, 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 нужно выйти. Ну, вот вам и 511. Вот вам и 511. Вот смотрите, центр тяжести сместили, и уже трудности. Ну, вроде, да. Да, не у вас, нормальным уйдет. Так, Туарек тоже решил задом поехать. Тяжело, тяжело. Зимняя шифованная резина стоит. К сожалению, думали, что прогноз погоды обещал дождик. Уже как бы до сухого докопались, но все равно грязь присутствует. Как сами видите, вон, автомобиль смещается по грязи, то есть зацепа нет. Хотя у многих резина, ну, грязевая, хорошая. Поэтому, если есть возможность про Ниву устанавливать блокировки, вот на данном тесте вы прекрасно сами увидели, так как мой автомобиль с блокировками, что он помогает. Ну, и Евгения тоже говорит, то, что ДАП реально помогает блокировке. Вот. Я пользуюсь блокировками АВТ, Авангард Технологи. Здесь стоит одна задняя блокировка от АВТ, Нива Шероле. Тоже показывает прекрасный вариант. И плюс резина хорошая. Сейчас на Туареге заедем на горочку потихонечку, ну, и посмотрим изнутри. Так, что, как мы поедем сейчас? Блокировку просто. Ну, давай потихонечку. Ну, из машины будет видно, вот, диагоналочки такие. Смотрите. О, сейчас, что, что, так легче заехал? Ну, да, без проблем. Чтобы представление понимали. А у тебя помощь при спуске есть? Нет. Нет, просто какая-то коробка по Мальте есть, по свободу. А на ту. Попробуй. Он, если бы, моргает. Вот движка хватает, да? А зацепа нет. Сейчас ты блокируешь? Да, полностью. Я вот отсюда с места заезжал на Неве. То есть угол подъема, видите, даже вот капот, а земли-то не видно. То есть мы примерно вот так стоим сейчас. А типа спорт-режим какой-то. Он скинул изъезжает. То есть когда тапку, да? Давишь сразу. А ошибки постоянно? Больше трех тысяч начинает. Да, он сразу подхватывает. Ну, тут уже, можно сказать, по инерции, да, мы заезжаем. Между прочим, в летний период, вот, передние, приводные, задние, приводные автомобили, не могут здесь ни заехать, ни выехать. Сейчас попробую без всего. Блокировал без всего. Спорт поставлю. Пробуем так заехать. Ну, здесь самое опасное вот эти. Вот, сейчас-то раз. Раз. Эй, тише, тише, тише. Ты давай назад. Вот, что я и говорил, видите, нас сносит. Надо газу, 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 газу. Слушай, надо газовать назад. Газу, газу, именно газу. Все, руль прямо ставь. Вот, видите, немножко еще бы снесло нас. В таких случаях, да, все на тормоз жмут и ее сносит. А когда именно на оборотах, то ее вытягивает. Ну, я, честно сказать, очканул. Так, сейчас мы с вами на эту горочку заедем на поджерике. Ты давай без разгона. Вот отсюда поедем. Давай посмотрим. Сейчас подсохло, прям едет автомобиль. Чувствуешь, едет, да? Видишь, подсохло все. Вообще легко. При том, что турбина мертвая. Вообще супер, супер. Ты на скорости едешь, правильно? Ну, все, отпускай, катись, чуть-чуть притормазывай. Катись, катись, не надо. Нет, вам просто никуда катимся. Да нормально вы катимся. Притормаживай просто и все. Только юзу, чтобы не шла машина. С до конца, и все. С до конца. Все, 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 все. Все, 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 не тормози. Все, 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 все. Все, все, все. Субтитры сделал DimaTorzok